У нас у всех практически было мало опыта, так как соревнований международных очень мало проводилось в те времена. Здесь ведь главное – победить себя. Олимпиада для любого спортсмена – это то, что ты, если выиграешь, ты олимпийский чемпион на века. Очень высокая психологическая нагрузка. Это, конечно, потрясающе. Человек не спит ночью перед стартами, да и за несколько дней напряжение все повышается, повышается, повышается. У меня в голове было только лишь выступить достойно, показать свой результат. Были выписаны все эмоции во время гонки и во время потом, когда я финишировал в ожидании финиша последнего спортсмена. И вот уже как бы выхолощен был. А потом, через какой-то определенный период времени, ну, я понял, что я действительно выиграл. Каждый мог выиграть. Ну, повезло мне. У нас был достаточно большой шанс для того, чтобы побороться за золото. А это золото будет первая. Первая олимпийская медаль в танцах найдем. Могу сказать, что, в принципе, это было немножечко как в тумане. Я так думаю, что это было связано с тем, с необычностью той обстановки, которая существует на Олимпийских играх. Ты сразу же, попадая туда, начинаешь ощущать себя частью большой команды. И, конечно же, ответственность за твой результат возрастает во много-много раз. В фигурном катании зачастую очень сложно найти ту музыку, которая играла за душу, от которой мы бежали бы мурашки. Нам повезло, мы нашли действительно очень хороший вариант музыкального сопровождения. Ну, и наш оригинальный танец, и произвольный танец были лучшими, как мне кажется, за всю историю. На нашей истории, естественно. Когда все закончилось, мы были поставлены на последние точки и последние позы. То есть просто такой, знаете, выдох. Все закончилось. Все сделано. Вы знаете, я думаю, что меня поддержат и мои коллеги, кто становился на верхнюю ступеньку пьедестала подсчета на Олимпийских играх. Это гордость еще и за свою страну. Продолжение следует... Продолжение следует...